Лето, Крым, ночные волки. Президент России Владимир Путин. Рабочий визит на Украину в пятницу начал с посещения лагеря своих давних товарищей байкеров во главе с хирургом. Остановка была внеплановая. Путина пригласили на очередное байк-шоу в Севастополь. Подарили куртку с символикой своего клуба и сделали фотографию на память. Превращается уже место даже народной дипломатии. Это не просто даже развлекаловка здесь. Однако эта народная дипломатия расстроила украинских коллег. На встречу с Виктором Януковичем Владимир Путин прибыл с почти четырехчасовым опозданием. На следующий день в фейсбуке на страничке министра МЧС Украины Виктора Балоги появился следующий комментарий. Вчера был на комиссии с россиянами. Впечатления мрачные. Много невоспитанности. От этого гостеприимных украинцев трясло. Президент Путин превысил допустимые лимиты опоздания. Поехал к байкерам и их боевым подругам. Этим показал приоритеты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на претензии украинского министра. Вот цитата. Специально к байкерам Владимир Путин не заезжал. Он остановился именно по пути всего на несколько минут. Песков также добавил, что визит президента был вписан в напряженный рабочий график. Отсюда и сдвижки по времени, о чем своих украинских коллег Россия заранее проинформировала. Переговоры, впрочем, прошли весьма мирно. В итоге на заседании Межгосударственной комиссии подписано 12 документов. Один из них касается морской границы. Журналисты ждали, что на встрече наконец поставят точку в давнем споре вокруг Керченского пролива и острова Тузла. Итогового соглашения на этот счет подписано не было, всего лишь заявление. Но решение стороны все же приняли в интересах двух государств. Как именно пройдет граница, пока не сообщается. Известно лишь, что Тузла, по сути, это 11-километровая коса в Керченском проливе, отойдет Украине. Напомню, в 2003-м Москва и Киев устроили настоящую дипломатическую войну за эту территорию. Россия приступила к строительству дамбы к острову. Украина же оперативно установила там будку для наблюдения и направила туда усиленные наряды пограничников.